МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новые, незабываемые впечатления. Единственное остается неизменным. Кто будет отдыхать как миллионер, а кто будет учиться выживанию, как обычно, решат Орел или Решка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! Сегодня мы в самом красивом, самом благополучном, самом чистом и самом безопасном городе Африки. А те, кто учили географию, те знают, что самый красивый город Африки – это, Настенька, Киптаун. Что ты, ну... Совершенно верно, Антон. Правильно. Но на самом деле, первый раз, Антон, я не хочу быть золотой картой, потому что я знаю, что богатый ведущий будет погружаться в клетку с настоящими крокодилами, у которых вот такие зубы, они могут тебя убить. Ты так говоришь, Настенька, как будто я хочу погружаться в клетку с крокодилами. Орел! Решка! Привет, крокодилы! Привет, Киптаун! Орел, ребята, орел! Слушай, я знаю, что этот метод обычно не прокатывает, но, может, мы как-то, Настя, там порешаем. Нет, Натаха, здесь я вот с удовольствием заберу у тебя рюкзак и пойду гулять по этому чистому, как ты сказал, там и такому-то, такому-то городу. Если останешься в живых, будет хорошо. Ой, жизнь, жизнь, жизнь тяжелая и богатая. Ой, будет. Пять лет назад Орел и Решка совершили огромную ошибку. Приехали в Киптаун летом. И что они тут увидели? Да почти ничего. Их встретил холодный дождь, непроглядный туман и пронизывающий ветер. Какими же мы были наивными. Это у нас было лето, а в Киптауне в это время зима. Мы вернулись, чтобы заставить солнечную киптаунскую весну. Поэтому готовьтесь, перезагрузка покажет город во всей красе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ребята, вам не показалось. Это та же машина, на которой пять лет назад в Киптауне ездила Леся Никитюк. Шелби Кобра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правда, ей так и не удалось насладиться этим кабриолетом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о-о-о, какое-то... А-а-а-а, давайте что-нибудь делайте, пожалуйста! Я сейчас сдохну в этой кобре! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лесь, Лесь, смотри, ты, наверное, так хотела? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боже, ну как она звучит! Как же она звучит, ребята! Вот как будто в блендер засыпали мелкий щепень и включили на полную мощность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для такой красивой машины нужна только самая красивая дорога. В Киптауне это Чепмэнс Пик Драйв. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А-а-а-а! Черт! Обжегся в трубу. А-а-а! Нифига себе! Горячая выхлопная труба, она просто кипяток. Я буквально, ну, буквально по касательной зацепился и обжегся. Эта машина, на самом деле, на этой машине обжигаются вот все, кто первый раз ее берет и говорят, что, как бы, кобра кусает тебя. Понимаете, да? И получается, что я, как бы, теперь в клубе, я тоже укушен коброй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кому спорткар, а кому автобус. Ничего дешевле за пять лет в Кейптауне, они не изобрели. В ЮАР ходят ренды. 100 долларов? Это 1335 рендов. 100 местных денег стоит добирание до центра города. И это 7 долларов. У-ху! А, вот и автобус. Здесь все такое современное. Новый автобус, чистые сиденья. Мы привыкли к такому во всяких Европах. А мы точно в Африку прилетели? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кейптаун не спутаешь ни с одним городом на планете. Уже при въезде тебя встречает местное чудо. Огромная, необъятная столовая гора. Почему столовая? Да просто потому, что верхушка у нее плоская, и по форме гора напоминает стол. В прошлый раз из-за сильного тумана Андрею так и не удалось на нее ни посмотреть, ни подняться. Представляете, какой облом? Закрыли, значит, канатную дорогу эту, потому что туман плотный, ничего не видно. Ну что, Андрюх, ты, наверное, такое хотел увидеть? В этот раз я точно на нее поднимусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы вы понимали, 7.30 утра. Вход на горы открывается через час. И смотрите, какая уже огромная очередь. Просто гигантская. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы туристы не доставали вопросами, сколько осталось ждать, здесь даже сделали специальные отметки. От этой точки час ожидания, а от этой 45 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне до этих отметок еще нужно ползти и ползти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это просто испытание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ура! Я дошла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остался всего какой-то километришка на фуникулёре, и я королева горы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Билет на фуникулёр стоит почти 23 доллара. И это, признаться, четверть моего бюджета. Но как не подняться на самую крутую достопримечательность Кейптауна? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не зря были эти часы ожидания в очереди. Посмотрите, как красиво! Сверху понимаешь, что Кейптауну очень повезло родиться в этом волшебном месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чтобы увидеть красоту Кейптауна, необязательно подниматься на гору. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этот удивительный город разбивает все представления о бедной Африке. И не скажешь, что я еду в Южной Африке. Это Майами какой-то, посмотрите, куча девушек, тусовочки, красивые дорогие машины. С одной стороны, Кейптаун похож на преуспевающий американский мегаполис. С другой, на сытый европейский курорт. Но самое прекрасное, то, что он живет в гармонии с волшебной природой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, какой вид, Саша, какой вид! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бог мой, какая же красота! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если и есть на Земле идеальное место для жизни, то оно находится здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Со столовой горы можно увидеть не только красивый город, но и заметить, насколько сильное в Кейптауне расслоение общества. С одной стороны, богатые кварталы, а с другой, ну, очень бедные. Разница видна невооруженным глазом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В богатых районах живут белые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь идеальные дороги. Роскошные особняки за полмиллиона долларов. Под линейку выстряженные деревья и кустики. А в воздухе витает аромат цветов. А буквально через дорогу – районы, где живут темнокожие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь вместо дорог – пыль в перемешку с мусором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вместо дорогих особняков – хибары за 300 долларов. Здесь вообще нет ни кустика, ни травинки. А воздух пахнет гнилью и туалетами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему белые живут лучше – непонятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда видишь, в каких условиях живут некоторые люди, понимаешь, насколько ты счастливый и насколько у тебя все хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но знаете, несмотря на воню и нищету, люди здесь не выглядят злыми и обиженными на жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это какое-то сумасшедшее место. Эмоции просто ужасаешься от бедности, от ужаса, который здесь творится, от грязи. И в то же время видишь эти счастливые улыбки детей, этих позитивных женщин, и не знаешь, в итоге, какой вывод сделать. Это сумасшествие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У каждого города есть свои знаковые постройки. У Парижа Эйферева башня, у Лондона Биг Бен. А у Киптауна таким зданием было, вы не поверите, зернохранилище. Здание перестало вписываться в архитектуру города, и его отдали в руки дизайнеров. Те превратили элеватор в фантастический арт-объект. Фасад практически не тронули. А внутри расположился роскошный отель «Зе Сило». В нем я и остановлюсь. Слушайте, у меня реально сейчас состояние аффекта. Я такого никогда не видел. У-ху! Ребята, это просто космос какой-то! Попадая в номер, кажется, что ты находишься внутри бриллианта. Изогнутые окна, как грани, преломляют свет, и комната буквально светится. Потопили этим номером. Потопили молодого миллионера. О-о-о! Ой! Какая ванная! А терраса! У меня же еще терраса! Ой, голова кругом! Посмотрите! Ребята, честно, ну я просто не верю. Я просто не верю, что такие отели вообще существуют. Я точно не сплю. Вкусы жителей трущоб Кейптауна значительно отличаются от наших. Люди здесь бедные. И если забивают скот, то съедают полностью. Оставляют только рога и копыта. Хи-хи-хи-хи! То, что вы сейчас видите, моходу. Традиционное африканское блюдо. Это говяжьи кишки, обжаренные в масле. Местные их просто обожают. Поэтому, как бы меня не тошнило, я обязана попробовать эту вкусняшку. Я не могу выражаться иначе. Ребята, просто это... Запикайте, пожалуйста. Это просто п***ец. Вы любите это? Да? Да. Один. Для меня. Спайс. Спайс, да! Это пахнет просто отвратительнейше. Пахнет жареной кожей. Как можно есть кишки? Это же... Это чистый жир. Я не знаю, как это... Я не могу это есть. Я не буду это есть. Как ты это ешь? Это вкусно? Нет, нет. Пожалуйста, показай мне. Я в шоке. Дети разбирают это, как пирожки. Я вкусно, и после я даю тебе. Один минута. Друзья, дорогие телезрители, только что на ваших глазах орава детишек просто разнесла эту кишку, как будто я с конфетами в новогодний час пришла. Если они это едят с таким удовольствием, с таким счастьем и энтузиазмом, наверное, это... Наверное, это действительно вкусно, поэтому я пробую. Я не знаю, какая-то машина сжрать. Я не знаю, какая-то машина сжрать. Я не понимаю, как это можно есть, кроме соли. Здесь ничего нет вкуса. Это чистый жир. Как можно есть чистый жир? Я не понимаю. Даже не знаю, как вам описать этот вкус. Это похоже на резиновый шланг, набитый теплым салом. Я жру это на фоне дохлой крысы. То, что местные дети уплетают за обе щеки, для нашего человека невыносимо. Лучше два дня голодать, чем есть такое. Как опытный бюджетный путешественник, я знаю, что в любом городе самое дешевое жилье в трущобах. Спрошу-ка я у местных. Может, они подскажут, где ближайший хостел. А вот хостел, друзья. Это вам не комната с 36 кроватями, но там есть свет, розетки, интернет, например. Чистота. У-у-у-у! Круто! Здравствуйте! 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 Вай-фи сейчас? У вас нет вай-фи? Окей. Нет проблем. Нет проблем. Просто природа. Просто расслабляйтесь. На самом деле, друзья, я вам так скажу, это легкий шок. И потому что я улыбаюсь, это, наверное, такая легкая истерика, потому что, ну, это полный абзац. Я очень сомневаюсь в чистоте этих простыней, этих наволочек, вообще в принципе, потому что тут все в крошках, лазают какие-то мухи, паучки. И дети с соплями. Представляю вашему вниманию ванную комнату и, собственно, удобство. Мне очень-очень жаль сейчас, что камера не передает этот смрад просто, который здесь витает. Ребята, это такой запах, что мне кажется, у меня все волосяные луковицы сгорели в носу сейчас. Просто окислились. Какие люди остаются здесь? Туристы? Какие люди остаются здесь? Какие люди остаются здесь? К счастью, выяснилось, что хостел в бедных кварталах Кейптауна совсем не хостел. Здесь так принято называть вот эти коммуналки для местных. А это значит, что у меня есть шанс переночевать в нормальных условиях. Земля вокруг Кейптауна славится своими виноградниками. А все благодаря мягкому средиземноморскому климату. Поэтому местные богачи любят дегустировать вино в ресторанчиках-привинодельнях. Я как будто во Францию приехал. В Божале или Бордо. Тут Африкой вообще не пахнет. Ой, манифик. Красивый африканский манифик. Я приехал в ресторан Шефс Вархаус. Здесь все продукты экологически чистые и выращиваются на собственных грядках. Для вип-гостей здесь предусмотрен отдельный зал с панорамным видом. Вау! Слушайте, это самый красивый меблированный контейнер, в котором мне когда-либо доводилось быть. И здесь тихо, здесь нет никакого ветра. А вид какой! В этом стильном контейнере можно уединиться и почувствовать свою исключительность. Самое сложное, это выбрать первую, с которой ты должен начать. Начну с ризотто-барбекю с пастернаком. Очень нежно. С дымком. Жареное ребро ягненка с розмариновым творогом. По нежности это как куриное филе. А по вкусу как-нибудь, да? Копченая спаржа с черными бобами и мисо-муссом. Какая-то взбитое безе, кремовое, с этим нежным-нежным, волакивающим вкусом. Сашими из линя с фенхелем и табуле. Не мое. Говядина построми под копченым луком шалот. Классно прожаренный, вкусный мясной стейк. Ну что, а теперь, собственно, вино. Вино приносит не официант, а сомелье, который садится дегустировать его вместе с тобой. Вино 2014 года. 2014 год поздний урожай. Этот год был дождливым. Известно, что виноградные лоза очень уязвимы к повышенной влажности. Но, несмотря на это, ягода уродила хорошее. Вино получилось бархатистым, с тонким букетом вкусов. Ну, давайте лучше пробуем. Давайте, без проблем. Давайте продегустируем. Себя тоже надеваю. Как добрым товарищем. Чтобы почувствовать аромат вина, его нужно пропустить через нос. Но это, согласитесь, не очень приятное ощущение. Поэтому я покажу, как это сделать. То есть, вы все-таки пьете? Все. Угу. Угу. Слушайте, это очень крутой способ. Ты прямо... Прямо всеми рецепторами чувствуешь вот этот вот деликатный аромат, запах этого вина. Очень хороший способ. Очень экстременно супер. Спасибо. Спасибо. Чтобы найти хостел, я вернулась в центр города. Сэр, ты знаешь, что есть хостел вокруг? Хостел? Да. Ты знаешь, что есть хостел вокруг? Хостел? Да. Может быть, ты знаешь? Нет. Нет? Может, ты знаешь? Может, Лангстри? М-м? Лангстри? Лангстри? Хостел, хостел. Хостел, я прощаюсь. Твои глаза очень красивые. Твои глаза. Парень с красивыми глазами посоветовал мне хостел на соседней улице за 14 долларов. Ого! Вот это машина! Ау! Ну что ж, давайте посмотрим, что получает человек, заплативший 14 долларов, помимо койки, из завтрака. Ступеньку. Классный бар. Только посмотрите, а здесь еще купюры, и, скорее всего, они из разных стран мира. Очень креативно. Бассейн. Ну, правда, бассейном это назвать сложно, но, как говорится, за 14 долларов дареному коню в зубы не смотрят. Столовая. Современные компьютеры. За которыми сидит молодежь. Ну и, как и в любом хостеле, кухня, на которой пахнет индийскими специями. Очень аппетитно, между прочим. Пока не четок, правда? Посмотрим номер. Жесть! Просто носки грязные, тут же деньги, туфли. Я извиняюсь, а где здесь чистая кровать? А, вот. Здорово. Спасибо. Спасибо и на этом. Я буду жить здесь. Это моя беда. Хорошо. Я в шоке. Кто живет здесь? Девушки или девушки? Только девушки? Я в шоке. Да, я в шоке. Я в шоке. Это... Композиция называется «Хлеб с трусами». Как говорится, где едим, там и трусы. Бутылку в Кейптауне ищите в рыбацком городке Калк-Бэй рядом с рыбным рестораном «Харбор Хаус». Подойдите вплотную к заливу так, чтобы ресторан был слева. В груди камней у кустика и спрятан наш подарочек. Друзья, и поторопитесь, пока океан не унес бутылку, чтобы не нашли ее через 500 лет. Ладно? Удачи! Лучший вид на ночной Кейптаун открывается, конечно же, из моего номера. Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует... Дальше только Антарктида. В этом волшебном месте должен побывать каждый, кто был в Кейптауне. Постоять над обрывом, полной грудью вдохнуть прохладно-океанский бриз и почувствовать себя частью мироздания. Как же мне повезло, что у меня есть возможность... Это что, был сон? Ну, конечно, сон, Настя. Чтобы добраться до мыса Доброй Надежды, нужно минимум 60 долларов. Откуда они у тебя? Мне не надо ехать ни на какой мыс. Из моей гостиницы открываются виды не хуже. Утро добрым бывает, когда в кармане золотая карта. С самого утра я отправился в городок Херманус. Здесь есть бухта, где водятся киты. Как гласит кодекс путешественника, если ты не видел китов, ты не путешественник, а туристишка. В бухту городка Хермана с южным течением заплывают два вида китов. Горбатый кит и южный правильный кит. Ну, с горбатым китом все понятно. А правильный кит называется так, из-за того, что во времена китового промысла он мог подплывать очень близко к лодкам. Из-за этого его можно было очень просто убить. В наши времена это означает, что этот кит не боится туристов, фотографий и даже не реагирует на крики, смотрите, это же кит. Правильный кит, в общем. Правильный. Эта бухта – китовые ясли. Летом и осенью здесь проходит теплое течение. И десятки китов приплывают сюда рожать и выхаживать своих малышей. Катер замедлил ход. Пассажиры перешли на шепот и начали всматриваться в море. И вдруг вдалеке показался краешек хвоста. Я увидел кита. А хвостик пробовал маленький. Нужно говорить шепотом, потому что они все слышат, чтобы не спугнуть. Это мама с маленьким китенком. Тут три семьи. Мама китиха – здоровая туша, тонн под 80. Рядом с ней – семитонный малыш. После рождения китенок еще очень слаб. Поэтому мама подталкивает его на поверхность, чтобы он дышал. Кстати, вы же помните, что киты – это не рыбы, а млекопитающие. И кормятся они молоком. Китовое молоко – самое жирное в мире. В нем 50% жира. Каждый день китенок попивает 300 литров такого молока. И набирает 90 килограмм веса. Это, конечно, все хорошо. Я увидел кончик хвоста, треугольничек хвоста, квадратик хвоста. А вот этого, вот этого я не увидел. Почему? А хочешь, выпрыгнул просто вот так вот. Любые деньги, любые деньги. Что-то просто... А киты принимают золотые карточки, не знаете? Недалеко от Киптауна есть необычная ферма – Сэнкчури Эс Эй. Здесь живет известная художница. И я не могу вам о ней не рассказать. Жила-была одна безымянная свинья. Ее главной жизненной целью было стать рождественским ужином. Но свинья открыла в себе талант писать картины. И теперь мы с вами имеем счастливую возможность познакомиться с редчайшим явлением – рисующей свиньей Пегаса. Добрый день, мисс Пегаса! Для меня огромная честь познакомиться с вами. Своими работами Пегаса прославилась на весь мир. Ее картины показывают на выставках в Нью-Йорке. Покупают за тысячи долларов коллекционеры. И даже сравнивают с творчеством Джексона Поллока. Будьте любезны, расскажите, какие идеи вы вкладываете в свое творчество. Своим творчеством я показываю всему миру, что употребление свинины неприемлемо. Существует мнение, что вы принесли бы куда больше пользы, если бы превратились в сытный обед. Это совершенно дилетантская точка зрения на искусство. Мои картины приносят больше радости, чем свиная рулька. Поделитесь с нашими зрителями своими планами на будущее. Я думаю, что у нее планы на ближайшее время. Это доесть комбикорм, завариться спать, а потом покакать. Но, как оказалось, в планах у Пегаса создать очередной шедевр. Гениально. Знаете, мне это напоминает какого-то такого художника, который вот пока есть вдохновение, он такой нарисовал, отвернулся и пошел дальше вдохновляться, прежде чем сделать новый мазок. Рада представить вашему вниманию свеженарисованный шедевр свиньи Пегаса. Там вы уже сами решите, что вы видите в этой потрясающей картине, есть ли там смысл, какое-то наполнение или абстракция. На самом деле оказалось, что свинья просто дрессированная, а деньги от ее картин идут на благотворительность. На них содержится приют для животных. Настя, смотреть на рисующую свинью, это, конечно, смешно. А слабо иметь дело с настоящими убийцами. В прошлый раз Лесю и Никитюк закрыли в клетке, на которую нападали огромные белые акулы. Ну что, я решил переплюнуть Лесю и нашел в Киптауне не менее опасное и экстремальное развлечение. Это аттракцион не для слабонервных. Здесь тебя закрывают в клетке, вокруг которой плавают гигантские нильские крокодилы. Страшные, кровожадные и очень голодные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я один и восемь крокодилов. Хоть бы среди этих крокодилов не было родственников того крокодила, которого сажал в Хошимине. КОНЕЦ Сотрудники дразнят крокодилов палками и заманивают их клетки мясом. КОНЕЦ СТУК КОНЕЦ СТУК Офа! А-а-а-а! 30 сантиметров! Он тупо рядом со мной, ребята! О-о-о-о! Ребята, ну это капец как стрёмно! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Весь ужас этой клетки в том, что ты находишься между двух смертей. У тебя есть выбор. Либо захлебнуться в мутной воде с крокодилиями и фекалиями, либо быть съеденным. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Получается, что ты дышишь в пузо крокодилу, над тобой челюсти вот эти вот ходят, жрут это мясо. И у тебя, опять же, столько воздуха. Ой, ребята, ну это приключение. Это прямо приключение. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кейптаун вдохновляет. Особенно волшебным этот город становится в закатных лучах. Когда солнце садится за горизонт, оно излучает удивительно золотистый белый свет. Я пришла посмотреть на закат в одно из самых красивых мест Кейптауна. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А что здесь происходит? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Какие-то люди танцуют. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Чтобы это понять, мне срочно нужны такие же наушники, как у них. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Друзья, я, кажется, поняла, что здесь происходит. Здесь играет музыка. И почему эти люди себя так странно ведут? Потому что они танцуют. А когда проходишь из стороны, непонятно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Оказалось, это очень модное в Кейптауне развлечение. Сикрет сансет. Люди собираются и слушают подборку вдохновляющей музыки. Одна поднимает настроение выше гор. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А другая пробирает до слез. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Знаете, вот я пока там сидела, поняла, что музыка и природа – это две огромные вселенные, внутри которых человек может обрести полную гармонию и счастье. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я провожала солнце, а город провожал меня, хоть мне совсем не хотелось с ним прощаться. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Есть города, в которые ты никогда не вернешься. Есть те, в которые возвратишься еще разок. А есть такие, в которых хочется остаться навсегда. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кейптаун именно такой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здесь все слилось воедино и живет в удивительной гармонии. Природа и город. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Люди и животные. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА И даже самые бедные кварталы не портят общей картины. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Спасибо тебе, Кейптаун, за то, что не спрятался за одеялом из тумана. И в этот раз показал себя с лучшей стороны. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА У-Ху-ху! Просто природа. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А!!! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА О, шел! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это просто космос какой-то! Субтитры делал DimaTorzok Я считаю, что перезагрузка в Киптауне удалась Посмотри, во-первых, какая погода, какие заведения, какие развлечения мы открыли А еда, понимаешь, еда, это ж... Антон, еда это просто бомба Я пробовала такой деликатес, я буквально не успела поднести его к рту Да, как местные дети тут же набежали и буквально расхватали все по кусочкам А ну, а ну, расскажи, расскажи, что это... Да, у меня есть потрясающий рецепт к новогоднему столу, пойдем Серьезно? Да Подожди, секунду, подожди, это традиция же есть Друзья, увидимся в следующем городе Это лишнее было, вот Значит, что мы делаем? Так рецепт расскажи Да, берем кишки Это первое